Здравствуйте, друзья! Сегодня я бы хотел поговорить с вами о вот таких элементах декора. Данные элементы декора использовались конкретно в нашем случае в кинозале. Сегодня я хочу рассказать вам, для чего мы их использовали, как мы их делали, из каких элементов они состоят. Обо всем по порядку. Поехали! Итак, ну первое то, о чем я хочу рассказать, это для чего же все-таки мы используем эти элементы в данном помещении. Как я уже сказал, это у нас кинозал. И, как известно, в кинозале очень большую роль играет качество звука. Соответственно, если у нас гладкие стены, звук очень прекрасно отражается от этих поверхностей. Соответственно, в любом кинозале звук должен быть максимально заглушен от отражения. Будь то потолок, стены, либо же пол. Использовать профессиональные звуково-госящие маты заказчик здесь отказался. По простой причине, что они просто-напросто не подходят под интерьер. Вот, соответственно, нам пришлось проявить смекалочку и предложить какой-то свой вариант. Проработав данную тему, вот, пообщавшись с заказчиком, мы пришли к выводу, что нужно, с одной стороны, какое-то красивое решение, да, с другой стороны, эффективное. И на основании этих выводов мы пришли к тому, что нам необходимо в нашем изготовлении этих декоративных элементов использовать, во-первых, поролон, вот, и, соответственно, какую-то ткань. Конечно, наверное, идеальным решением было бы использовать либо вот профессиональные маты, да, которые позволяют ограничить эхо в помещении, либо, например, самый обычный ковер. И, причем, чем длиннее ворс, тем лучше. Вот, но обивать стены и потолки ковровым покрытием не совсем, скажем, было желанием заказчика в данном помещении, поэтому мы все-таки пришли вот именно к изготовлению вот таких вот прекрасных декоративных элементов. Итак, из чего же состоит этот декоративный элемент? Конечно, в первую очередь это поролон. Сейчас я покажу кусочек поролона, который мы используем. Вот, это самый обычный поролон, троечка в нашем случае. Мы, расчертив квадраты на стене, обиваем поролон, я дальше покажу, как мы его набиваем, чтобы он держался и не отгибался. Вот, далее это все оттягивается сверху тканью и уже обрамляется декоративными вот такими молдингами. Я сейчас постараюсь показать, насколько эффективна данная наша, скажем, технология. Вот в этом помещении, вот вы меня сейчас слышите, я достаточно спокойно говорю и не слышу абсолютно никакого эха. Несмотря на то, что потолок у нас еще не доделан, то есть у нас вот на потолке одна всего лишь такая декоративная ниша, ой, декоративная вставочка появилась. Но на самом деле их будет девять. Вот, и соответственно здесь еще, несмотря на то, что пол гладкий, здесь у нас залита самовыравнивающая стяжка. Кстати, в предыдущих роликах можете посмотреть, именно в этом доме мы снимали ролик пол за два часа или три часа, я уже точно не помню, можете посмотреть предыдущих видео. Вот, здесь на полу также будет расстелено ковровое покрытие в данном случае и здесь будет абсолютная глухота, глухомань, прям как будто в самой тихой комнате, где-то которая находится там в мире. Для чего, для чего здесь нужна полная тишина, да, в плане эха, то есть для того, чтобы не было эха? Когда зритель сидит и смотрит какую-то картину, вот, особенно это проявляется на каких-то активных действиях, он должен воспринимать информацию именно в тот момент, в который происходит какое-то действие. То есть если в данную секунду, да, происходит какое-то действие, идет звук, то есть зритель его слышит, потом происходит тут же какое-то следующее действие, но он слышит еще предыдущий звук. То есть за счет того, что идет эха, от нового действия идет также следующий звук, да, и эти звуки начинают накладываться. Получается такая каша, то есть нет вот этого эффекта погружения в кинокартину, да. Соответственно, для того, чтобы вот этого не было, обратите внимание, во-первых, когда вы приходите в кинотеатр, как там устроены потолки, они там не просто ровные, вот, они там так лесенкой, вот. Соответственно, ряды тоже лесенкой расположены, и посмотрите, чем обиты стены. Я думаю, все сразу станет понятно. Вот, здесь я уже объяснил, почему мы не могли поступить теми же способами, да, с точки зрения дизайна. Вот, ну, я думаю, что несмотря на то, что мы не могли здесь сделать все из профессиональных материалов, у нас здесь получится просто отличный кинотеатр. А сейчас пойдемте, я покажу, какая разница звука, вот именно в этом помещении и в соседнем. Они практически абсолютно одинаковые по размеру, то есть там помещение немножко больше на 10 квадратных метров, но все материалы используют абсолютно те же самые. Я имею в виду, что сверху у нас тут обои, там тоже обои, сверху у нас потолок покрашенный, там тоже потолок покрашенный. Здесь у нас сейчас самовыравнивающая стяжка, и там тоже самое. Вот, и вы уже почувствуете, в чем разница именно в того помещения и этого. То есть здесь я говорю, и мой звук слышно достаточно долго, то есть я думаю, что это несколько секунд. Раз. Вот только сейчас он перестал отражаться от стен, то есть разница колоссальная. Я говорю, здесь абсолютно одинаковый, но даже здесь короб вдоль потолка точно такой же, как и в той комнате. То есть комнаты практически абсолютно одинаковые. Вот, и несмотря на то, что я сейчас говорю, да, для того, чтобы, например, мой собеседник меня прекрасно слышал, мне приходилось бы повышать голос. За счет того, что здесь очень сильное эхо. Давайте я еще раз продемонстрирую, и мы вернемся в ту комнату, где более приятно вести диалог. Вот такие пироги. Ну что ж, в эффективности, я так понимаю, мы уже убедились. Давайте здесь я тоже самое продемонстрирую, тот же опыт. Раз. Раз. То есть эхо небольшое еще есть. Вот, во-первых, здесь будет на полу еще у нас покрытие ковровое. Вот, после того, как здесь будет установлена обстановка вся, да, это вся мебель. То есть чем более здесь, конечно, все нагромождено будет, тем лучше для звука. Вот. Здесь, возможно, будет сценические шторы еще висеть. Также потолок у нас еще не доделан. И, соответственно, здесь будет просто идеальное помещение для того, чтобы просматривать какие-то кинопремьеры. Я думаю, объяснил, для чего мы это все использовали. А сейчас уже перейдем непосредственно к действиям. Я покажу, как мы делали эти декоративные элементы. Поехали! Поехали! Итак, после того, как разметились на стенах, уже непосредственно где будут располагаться эти декоративные квадраты, следующий этап это идет после напиливания всех размеров рамок. То есть первым делом мы напиливаем рамки. Сейчас вы это видели, как я это делаю. Для чего? Для того, чтобы уже понимать внутренний размер поролона. Вот, поролон вырезается прям четко по внутреннему размеру, чтобы не было потом зазоров, либо просто напросто рамка потом не смогла налезть на этот поролон. Сейчас я потом поближе покажу непосредственно, как это на стене выглядит. Почему я сейчас взял кусочек поролона и встал в проход. Хочу рассказать, как непосредственно происходит крепление поролона к стене. Здесь вот у нас гипсокартон есть. И вот сейчас на этом кусочке я вам продемонстрирую. Итак, казалось бы, что может быть проще закрепить поролон на стену? Мы для предварительного крепления используем степлер. Обычный ручной степлер. Как мы это делаем? Если бы мы крепили, скажем, вот так, то наш поролон просто-напросто проминался бы и не было четкой грани, которая у нас присутствует. Соответственно, этот вариант не наш. Далее. Для того, чтобы поролон держался, это, по сути, предварительное, просто-напросто предварительное крепление. Мы используем крепеж вбок. То есть рукой немножко отгибаем краешек и при помощи степлера закусываем краешек поролона. Соответственно, при таком креплении у нас остаются абсолютно ровные края наружные, что нам и нужно для того, чтобы тканью хорошо облегали эти края четкие. Ну и при этом у нас поролон дополнительно закреплен. То есть у нас все будет держаться не просто-напросто, непонятно на чем, а каждый элемент имеет свой крепеж. Я примерно сторонник того, чтобы каждый элемент имел свой крепеж. То есть, когда мы, например, собираем гипсокартоновые короба, мы его собираем их не так, что все на гипсокартоне держится, а сначала собирается металлокаркас, который полностью является несущим, и только потом уже обшивается гипсокартоном. Примерно здесь то же самое. Вот, сейчас я на несколько скоб зацепил поролон, он у меня остался абсолютно ровный, и при этом он достаточно так хорошо держится. То есть, как бы, можно не бояться, что там что-то порвется или вылетит. Вот, а если бы мы крепили, скажем, вот так, да, то, конечно, тут уже все, вся идея была бы, скажем, провалена. Ну, достаточно крепко держится, сейчас оторву, покажу. Вот, видите, то есть, поролон прям отрывается, скобы остаются на месте. Вот таким нехитрым способом крепится поролон к стене. Вот, а сейчас я хочу непосредственно показать именно тот край, про который я говорил. Вот, вот этот краешек, он абсолютно ровный, вот видите, да, по тени. Тени равномерно наложены на торец нашего декоративного элемента. Вот так это все выглядит. Кстати, обратите внимание, у нас вот этот соседний элемент, их всего два, он сделан без поролона. Вот этот элементик, здесь будет колонка, она будет крепиться вплотную, она будет крепиться вплотную к стене, соответственно, для того, чтобы не нарушать общий дизайнерский ход, сделан декоративный квадрат без использования поролона. То есть, заметно только сбоку. Когда стоишь прямо, даже внимание можно не обратить на то, что там нет поролона. Вот, кстати, вот эти небольшие помятости на ткани, сейчас покажу крупнее, вот они, видно вот эта складочка, эта ткань просто-напросто помята. Парогенератором пробовали, прекрасно вытягивается, поэтому решили заранее не гладить ткань, а сделать это потом по факту. То есть, парогенератор отлично ее вытягивает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что ж, ну пока я наверху расскажу, что я имею. Вот у нас здесь рисунок четко выраженный. Позиционирован так, как на всех остальных квадратах, иначе очень сильно будет бросаться в глаза. Вот, соответственно, я вот ориентируюсь на вот эту пику, она у меня 7 сантиметров от края и по центру, то есть 25 сантиметров. Всего здесь ширина 50 сантиметров. Вот, и, соответственно, вот эти две, два домика тоже должны быть одинаковы. Таким образом нужно натягивать ткань так, чтобы она была равномерно распределена внутри квадрата. Ну и для того, чтобы легче было позиционировать ткань, мы ее отрезаем немножко больше. Вот тут видно достаточно такие большие поля. Сейчас я их по месту уже отрежу и буду уже ставить рамку. И на этом изготовление этого квадрата можно будет считать законченным. Вот, на стенах у нас в квадратах еще расположены светильники. То есть там после всех этих манипуляций еще устанавливается светильник. Субтитры подогнал «Симон» Ну что ж, друзья, на этом я свое видео заканчиваю. Я надеюсь, эта информация была для вас полезной, интересной. Может быть, вы подчеркнули для себя что-то новое. Также, может быть, сможете предложить эти идеи своим заказчикам, если у них стоит также проблема выбора, например, обшивки кинозала, какие материалы использовать и какие декоративные элементы при этом применять. Вот, я сказал все, что хотел, поэтому я с вами прощаюсь. С вами, как всегда, был Коньков Николай. До новых встреч! Да, кстати, первый квадрат не получился. Мы тренировались делать эти элементы на кусочки гипсокартона. Когда уже набили руку, тогда уже перешли непосредственно к стенам. Экспериментируйте. Пока! Пока! Пока!